Приветствую всех за все наши взаимодействия. В этом видео хотел бы порассуждать, ответить на вопрос, который задали и спасибо, что вы задаете вопросы свои. Вообще, как практически применять колесо медицины, все те знания, вся та информация, которая дается на курсе, связанной с многомерным миром, на курсе, связанной непосредственно с колесом медицины. Вообще, как индейцы этим пользовались, как вообще по сне на жизни можно этим пользоваться. Основа, основа колеса медицины все начинается с того момента, когда мы по-настоящему распознали себя живым и не просто распознали себя живым. А когда мы заявили себя миру, как живое существо, таким образом, мы таким способом взяли ответственность за то, что мы живые. Мы распознали, что это был наш выбор, что мы живые. Осознайте это, что мы выбрали сами родиться здесь, в этом пространстве, чтобы проэкспериментировать жизнь в этом пространстве, таким образом распознать это, осознать это, осознать себя живым через эти ограничения, через это колесо медицины. Потому что колесо медицины, это своего рода ограничение. Колесо медицины, это как русло реки, которое позволяет собрать воды жизни воедино, ввести их в плотном пространстве и потом довести их до своей финальной части. То есть колесо медицины, когда он начинается на на востоке рождении, когда вода может быть проявляется, проявляется в виде тумана, проявляется в виде дождя. В той форме жизни, тонкой-тонкой, связанной с востоком. Затем все это концентрируется в ручейки, в источнике, все это превращается в реки, в запад, движется к своему западу, все это жизненный путь. И все это потом доходит до своего моря, возвращается в свой океан на севере, где вода опять же так же испаряется. Все это вам говорю о том, что колесо медицины, осознание колеса медицины, иногда сложно, потому что мы предполагаем, что это что-то должно быть нечто необычное, что-то такое специальное, что такое сложное. Ритуалы, действия, которым надо потом особо пользоваться в определенные моменты жизни. И да, и нет. Колесо медицины – это жизнь сама по себе. И осознание, распознание колеса медицины – это осознание жизни во всех ее проявлениях. Не как какие-то отдельные знания, а как то, с чем мы с вами повседневно сталкиваемся в жизни, взаимодействуем с этим, но там нет нашего осознания, потому что мы с вами взаимодействуем с жизнью в своей большей части через само собой разумеющееся, как форма коллективного бессознательного, как автоматическая форма. Мы себя распознаем живыми, как само собой разумеющееся. Мы редко задумываемся о жизни только в самых сложных ситуациях, когда жизнь находится на грани. А в нормальном состоянии мы живем естественным образом. Мы с вами естественным образом дышим. Мы на это не обращаем внимания. Что такое воздух? Как мы с ним взаимодействуем? Что он нам дает? А как жить без воздуха? А как жить без свежего воздуха? А что такое воздух? Что такое вода? Вода для нас само собой разумеющееся. Мы даже не предполагаем, что у нее своя жизнь, что это живое существо, обладающее своими дарами, способностями, которые являются формообразующими на нашем земле, в этом пространстве. Для нас это само собой разумеющееся. Именно не обращая внимания, когда у нас есть жажда, когда есть жесткие, грубые потребности. Только в этом мы обращаем на это внимание. А во всем остальном, в блаженном существовании, мы на это не обращаем внимания. Огонь, тепло, жар, земля, форма. Жить без дома, в постоянном странстве. И вот взаимодействуя, мы постоянно взаимодействуем с колесом медицины. Мы постоянно вкладываем туда свою жизнь, но не вкладываем туда свое осознание. Потому что мы работаем на уровне коллективного, бессознательного. Нас никто не приучал обращать внимание на колесо медицины. А тут в индейской традиции, пожалуйста, есть такое явление. И спрашиваются, зачем индейцы обращали внимание на колесо медицины. Они обращали внимание, потому что каждая часть колеса медицины, так же, как и сам человек, является живым. И мир не просто является трехмерным, мир является многомерным. И жизнь проходит сквозь все миры, все измерения. И с жизнью можно взаимодействовать на разных измерениях. А для этого надо почувствовать эту жизнь, принять ее в эту жизнь. Поздороваться с этой жизнью, войти во взаимодействие с этой жизнью. И выйти из бессознательного действия в осознанное. И самое чудесное в том, что эта магия жизни происходит на примитивном, естественном уровне. Для нее не нужно ничего особенного. В этом и вся заключается магия. Что настолько все просто, что все наши с вами сложности не способны соединиться с этой простотой. Но когда мы соединяемся с этой простотой, нам легко двигаться на этой силе, в гармонии быть с ней, пользоваться естественным способом в разных измерениях, не только в плотном, но и в тонком мире. Возникает вопрос, как же пользоваться этой магией здесь, в этой жизни? В этой жизни? Сама подсказка в этой жизни? В первую очередь, чтобы у нас была возможность взаимодействовать, нужно почувствовать себя по-настоящему живым. И осознать то, что все нас окружает, тоже является живым. У всего живого есть тонкая субстанция, мы называем ее душой, мы называем ее духом. И можно взаимодействовать с этой душой, с этим духом. Как мы взаимодействуем? Для начала в повседневной жизни мы с этим разговариваем, мы представляемся это. Конечно, на начальном этапе у нас с вами существуют ограничения веры в это. И этим ограничением является море коллективного, бессознательного, в котором этого всего не существует, потому что мы не обращаем на это внимания. К примеру, мы с вами живем в повседневной жизни, птицы для нас как антураж, именно как антураж в театре. Сцена. Максимум мы взаимодействуем только с тем, на что обращаем по-настоящему наше внимание. Все остальное, как сцена в театре или в кино. Но стоит только начать по-настоящему обращать внимание, более того, взаимодействовать, пытаться вести диалог с этой жизнью. И вы поймете, что эта жизнь начнет обращать внимание на вас. Начинает обращать внимание птицы на вас, животные, звери, насекомые. На вас начинает обращать внимание ветер, дождь, огонь. начинается диалог, начинается взаимодействие. В этом диалоге можно как раз раскрывать взаимодействие и использовать всю эту благодать, используя весь этот дар жизни, который нас окружает для самореализации, для самопознания. Казалось бы, как колесо медицины можно использовать в посетенной жизни? Мы каждый день с вами принимаем душ или ванну, взаимодействуем с водой. Вода способная очищать, вода способная двигать, вода способная собирать, растворять, наделять жизнью. Когда мы почувствуем этот дар воды, с ней можно взаимодействовать. Не только в нашем тонком пространстве, но и в более плотных пространствах. Через голос, через дыхание, через наше с вами сознание, внимание, общаться с ней, вкладывать в нее свою информацию, через благодарность. Потому что, когда мы благодарим, она раскрывается, вбирает эту информацию. Мы с вами повседневно общаемся с ветром, мы дышим воздухом. Это для нас медицина, исцеление. Воздух нас обновляет постоянно. Воздух это информация, которая входит в нас постоянно. Когда мы с вами говорим слова, мы заставляем воздух вибрировать, мы вкладываем в него звуковые формы, мы придаем воздуху информацию, эта информация движется, распространяется. Соответственно, общаясь с воздухом, взаимодействуя с воздухом, чувство воздуха, мы можем использовать его для нашего собственного обновления. Через каждый вдох и так далее огонь, который дает жизненную силу, трансформирует, переводит все в тонкое. Через огонь можно посылать сигнал в тонкие пространства, пространство нашей души. и как это делать в повседневной жизни? Не просто верить, а осознавать, что это живое. Это первый ключик – жизнь. Когда мы распознаем жизнь в себе и жизнь в окружении, нам проще взаимодействовать. Все живое, а живое, все живое, оно простое, оно не требует сложностей. и все, что нам необходимо, у нас уже есть. Мы научились этому. И основа взаимодействия – это взаимодействие. Через действие. Взаимодействие. И как мы общаемся взаимодействием с жизнью, мы живем в ней. Ощутите, мы живем в ней, живем в ней. Не как сцена в театре, не как картинка, а жизнь. И мы живем в ней. Мы живем в воздухе, мы живем в воде, мы живем в огне, мы живем в земле. И наши мечты, наши идеи, им нужно дыхание, им нужна текучесть, им нужна жизненная сила, огонь, и им нужна форма. Мысль – это форма, наделенная дыханием, наделенная текучестью. Она движется в пространстве, наделенная огнем, как осознание, образ. Это и есть колесо медицины. Это и есть те повседневные действия, которые мы с вами делаем, но они находятся вне рамок нашего осознания. Они работают по принципу автоматизма, коллективного, бессознательного. Мы в этом отдыхаем. Но как только зажигается частичка нашего сознания, зажигается огонь, мы помещаем туда нашу жизнь осознанно. И ключом взаимодействия, и есть как раз осознание, осознанность, что мы взаимодействуем. И поэтому наши действия, которые являются частью колеса медицины, превращаются в магию, потому что они исходят из нашего осознания, из нашего центра, из нашего желания действовать именно так, взаимодействовать через такую форму взаимодействия, которая существует. это точка зрения, ей можно воспользоваться, а можно оставить на уровне знания, перевести все это в библиотеку нашей души и жить по-старому. А можно взять и попробовать. Я все это так расширил, не сфокусировал на какое-то конкретное действие, чтобы не зацикливать вас на каком-то приемчике, на каком-то методе, как пользоваться колесом медицины в повседневной жизни. Нужно для этого специальное время, специальное место, специальное действие. Само явление специальное, что говорит о том, что я это делаю осознанно. Любое ваше действие, которое становится осознанным, становится вашим, где вы живете, осознанно живете, является магией, является ритуалом, является колесом медицины. Индейцы это делали по-своему. Если мы начнем их копировать, то не будет работать. Важно, что каждый распознал в том, что он изначально живет в своем колесе медицины. Каждый изначально живет в своей вселенной. И эти вселенные между собой взаимодействуют. И ключами взаимодействия является действие. и можно действовать через воздух, можно действовать через воду, можно действовать через огонь и через землю. Это то, что взаимодействует. То есть я вам сейчас раскрыл пространство для осознания, для медитации. чтобы можно было отпустить все это дело и найти свои формы взаимодействия. Когда вы принимаете каждый день стакан воды, какое чувство ощущения вы вкладываете. Помимо потребности утолить свою жажду, и когда вы утолите свою жажду, у вас возникает благодарность, куда вы эту благодарность фокусируете, какие слова вы при этом говорите, как эта благодарность или то чувство питает ваши слова, что наполняет. Это и есть магия колеса медицины. И для этого вам в помощь, если хотите, как раз семь андийских кодов, которые описывают способы взаимодействия, точка зрения, как можно эффективно взаимодействовать с пространством. То есть семь кодов медицины, андийских кодов, семь андийских кодов это колесо медицины в действии тем способом, который как раз описывается в семи андийских кодах. И существуют разные колеса медицины. северо-американских индейцев, южно-американских индейцев, буддийское колесо медицины, индийское колесо медицины, древо жизни, в кабале это тоже колесо медицины. Это своя точка зрения на мироустройство, как все работает в этом мире. И каждое колесо медицины дополняет объем, выстраивает многомерность. Оно не противоречит друг другу, оно наоборот дополняет. Поэтому очень полезно. Изучаем одно колесо медицины, интегрируем свою жизнь, смотрим на другое, смотрим дополнение, параллели, интегрируем, обогащаем и так далее. Поэтому вот вам раскрыл пространство для медитации, для того, чтобы найти свой способ взаимодействия, свой способ жить своим колесом медицины. Большое спасибо за внимание. Ахоми такуи о ясин за все наши взаимоотношения и успехов. Субтитры